Сегодня детский сад Катюши отмечает день рождения. Свою историю он ведет с 1985 года, 35 лет, солидный возраст. За это время Катюша выпустила не одну тысячу лабытнанских детей. Сегодня в нем воспитывается свыше 400 маленьких непосед под присмотром 122 педагогов и их младших помощников. Свой юбилей дружная семья Катюши встречает в обновленном здании. Капитальный ремонт стал отличным подарком к круглой дате. Репортаж Светланы Кель. Сегодня Катюша пребывает в полной гармонии. Обновленное после капремонта здание, красочная и многофункциональная обертка. Начинка же – сплоченный коллектив единомышленников, который трудится по принципу единой педагогической команды. Это вкусная конфета на радость маленьким непоседам. Мне понравился его цвет и его красивая мебель. Это детский сад, самый лучший детский сад. Я человек очень счастливый, потому что, оглядываясь назад, я понимаю, что я выбрал правильную дорогу. Иду по ней 35 лет. Радуюсь, получаю удовольствие. В трудовой книжке Надежды Бронниковой единственная запись – детский сад Катюша. Первые 10 лет работала воспитателем. Последние 25 посвятила дополнительному образованию детей. Творческая раскрепощенность – ее педагогический подход. Сейчас ребята трудятся над зимним вернисажем. Чуть позже приступят к созданию мультфильма. Творчества много не бывает. Этого принципа придерживается и Лариса Карымова. В Катюше она работает с первых дней открытия сада. И с каждым годом сердце воспитателя становится все больше и больше. Своей материнской любовью и заботой окружила сотни лабытнанских мальчишек и девчонок. У меня дочь младшая всегда говорила, мама, там у тебя, значит, дети, а мы что? Ну вот, получается, что своих иногда забрасываешь, а вот этим больше выделяешь любви, может быть, внимания, потому что все время на работе. У меня и у тебя румяненькие щечки. В младшей группе ни минуты покоя. Удержать на месте этих непосед – дело не из легких. Закончив с танцами, малыши приступают к интеллектуальному занятию. На ближайшие четыре года Тамара Владимировна – их наставник, а по совместительству детсадовская мама. Педагог она хоть и советской закалки, зато подходы к образованию использует современные. Компьютерные дети, да? Сенсорные дети. Что? Телефон? Нажима никакого мы играем пальчиком, все ездит, правда? Когда мы берем карандашик, мы не можем его взять правильно и раскрасить правильно. Вот в чем проблема-ка. Решение этой детской проблемы Тамара Малинина отразила в образовательном проекте «Очень умелые ручки». Разрабатывать мелкую моторику малыши начинают с крошечных деталей и игрушек. После вход пойдут клей, ножницы, бумага. На работу Тамара Владимировна не жалеет ни сил, ни времени. 42 года. Педагогической деятельности, 25 из них Катюше, она посвятила детям. Дети – ее отдушина, ее таблетка. От любых невзгод и болезней. 2020 год для Тамары Владимировны и педагогической команды особо значим. Сегодня их сад отмечает последний день рождения. В 2021-м Катюша возьмет под свое крыло теремок и переродится в Эдейку. А это уже другая история. Светлана Кель, Дмитрий Сферид, программа «Время местное». Дмитрий Сферид, программа «Время местное».